всем здорова показываю повтор играл против гакилы формулы напарниках у меня был и воды твоя смерть карта царь горы бой длился 20 минут кто победит узнаем в конце боя ускоряемся скорость extreme комментариях вы написали что скорости x2 x3 самое то поэтому мы укрутить на ней но будет почти 30 минут как раз на скорости x3 ближе к 10 минутам выйдет длинные ролики не очень прикольно смотреть тем более когда комментируешь все намного понятнее становится и нет смысла задерживаться на одной сцене и показывать здесь что-то очень долго не знаю штурмовик бежит примеру ставлю вышку чтобы отбиться от что моего противника зеленых они увидели что выско вышка достраивается сразу же убежали то есть тоже так плюсик к игроку зеленым то что он шарит умеет экономить ресурсы отправляю разведку в виде койота вижу что улучшается штаб до третьего уровня сколько тут 56 центра снабжения ну и в принципе все завод штурмовых машин прошу своего напарника чтобы он посмотрел базу синего игрока мне надо понять скорость его развития есть ли там уже авиазаводы до вертексов надо ли ставить пву одну повое поставил и выхожу в такой не особо быстрый и гх смотрю базу видим вертекса и поводно у нас крещитов нет я красный игрок мой напарник желтого цвета 1 по вас строится моего напарника и он собирается играть через егаха я делаю то же самое поставил 2 по вам хамелеон 2 и гора разведка по разведке включил буст в итоге так нормально нанесли урона вертексу есть разведчик кустах моего напарником разведывался при моего напарника вот тут хотел бы ходу штаб уничтожить вот по воде к образ не получится слишком много надо заходов сделать здесь мы заметили у противника молот и зевс не видел на меня да на него двигается какая-то армия чтобы не допустить того что моего напарника зажимает с двух сторон синий игрок и зеленый я пошел в атаку я понимаю что вряд ли это смогу вообще в принципе что-то сделать он просто чтобы отвлечь внимание зеленого игрока чтобы он было не до атаки на моего напарника его это очень сильно отличает поэтому он не сможет атаковать моего напарника у него будет шанс тоже что-то сделать как видим армия на центре уже никакой нету то есть она отправилась прямо обратно к себе на базу попытка уничтожить строй двор почти почти получается на получилось столь двора нету который ближе сюда стоял ну и дальше проехать ну сейчас я попробую уничтожить ракетную установку только дело это конечно неправильно сейчас все же выбиваем на ракетную установку и появился тор уничтожает мне 4 ягуара град уничтожает хамелеон и в общем меня продавили я всю армию потерял благо у меня три по его на базе есть вертекс я могу сбивать мой напарник атакует противника снизу кто-то такого не ожидал ну есть тор и у игроков у синего вот они уже вылетели давайте скорость x2 тут уже бой активной фазы а это x2 и было ничего себе игроки пытаются помочь друг другу летает вертекс меторами бомбы скидывает достаточно успешно я кутер такую себя отбился двух молдов которые за мной ехали одним ягуаром и продолжаю атаку вот меня сносят мне остается 2 ягуара хамелеон ну тоже вот ничего отвлекая внимание противникам он ставит бункер хотя тут толку от этого бункера особо нет учет один гуар ничего не делает у зевского противника зевс остается еле живой подгоняю еще ягуар и мой напарник постоянно танцуют торами бомбит своих же зевсов бункера синий игрок ну как своих своего напарника бомбит без остановки в один туман скидывает в другой то есть реальный игрок так неплохо играет постоянно скидывает какие-то бомбы то в одного игрока то второго тут вообще с третьей стороны атака зевсов идет а здесь блин всего-то один ягуар под хамелеоном будет защищать базу уничтожает полностью моего напарника его войск ему надо теперь как-то обороняться раскладывать ягуаром отстреливать зевс и у меня золотая стройка понимаю что не пробить на мигаха вам будет уже противника много очень тор очень много если он накопил более 4 торов то в принципе любая так и гхм она уже не особо то и успешно поэтому начата срочно менять ну и гхм уже банально не продаем ни одного из этих игроков поэтому быстро выхожу в кречито 2 завод 2 аэродром запасной и производство авиации уже просто огромное количество торов летают так скорость давайте установим тор и или сторону сейчас здесь на этот момент будет интересный или не интересные на не интересными еще с любителей нет походу или есть 11 есть вот здесь постоянно летают торы по два по три штуки скидывают постоянно бомбы я пытаюсь их сбить коричь там одним но это конечно бесполезно но все же летают туда-обратно наш урон плюс меня три по его на базе тоже они ну на золотом воздухе думал с двух заходов один тор смогут уничтожить мой напарник старается отверсти внимание на себя чтобы у меня было время произвести кречи ты включая золотой воздух чтобы стрелять по авиации дальше не уверен что это работает но все же и жду жду когда у противника появится торы чтобы перехватить их но не появляется управлять 2 хамелеона вот торы появились они летят атакуют меня 5 аэродром я начинаю перехватывать их кречитами почти вроде бы сбили тора но нифига цене вот сейчас два то разбили переключаюсь на уничтожение еще одного тора но не уничтожил у меня три кречит аэродрома 1 сейчас решил что надо выносить строй двор вперед не хватает мне местом только вот здесь здесь могу аэродромы ставить надо запасные стать причем ресурсы есть возможности нет нам 30 секунд чтобы поставить строй двор построить его и поставить новые аэродромы катается мой напарник туда-обратно все не может отпустить зеленого зеленый ракетками же полностью застроился на своей базе я пытаюсь сделать кречитов чтобы помочь пробить моему напарнику золотой воздух понимаю что сейчас уже должны лететь торы вот они как раз таки мои самолеты успели взлететь и сейчас будем перехватывать уничтожаю 1 тор уничтожая 2 тор вижу что летит новая волна сейчас должен на них переключиться ли да на них не переключаюсь сбиваем еще один тор еще два должны сбить на 1 2 в итоге его бомбежка он уничтожил мне аэродрома его завод я уничтожил 4 тора минимум плюс нанес немного урона салим вот минус 6 наверно минус 4 но минус 4 это точно а может минус 5 где-то был у меня показал бы что реально очень много еще один тор летит вообще не долетит на не долетит взлетает на истребители взбиваем по его 1 1 1 1 2 2 уничтожаю кречит и опять тора летает опять сейчас будем их сбивать кречит и здесь помогает напарник дикобразами ну тора реально мощные сейчас все же догоняю один из торов вижу еще тор летит тоже надо перехватывать накидываемся на него всеми самолетным что есть и в итоге авиазаводы он не смог уничтожить аэродром на запасной есть кречит у меня там всего-то четыре штуки было вот получается вот эти четыре кречита на гол в воздухе они сейчас снесли буквально за эти две-три минуты практически все торы противнику аэродром пустые то есть что уничтожил противник 2 аэродрома здесь 1 завод 1 аэродром я уничтожил ему около ну если не собрать сколько 4 плюс здесь еще три-четыре сбил около восьми торов точно для этого может больше опять противник летает опять перехватываю коричным но чувствуется момент что сейчас должны бомбить сбиваем один тор отступаю на базу так как там уже павло больно это это вижу что противник производит вертекс все он понимает что тор его падают чем падает очень быстро поэтому решил сделать он вертекса уничтожать мои кречит здесь я думаю один вертекс получилось забрать нет не забрали обувь и завернулись сколько жизней осталось веку знать но два залпа точно дали кречитом одному вертекс и тут мой напарник решил что он будет атаковать синего игрока ну зелен стенки ракетки пво он как-то вообще не перспективно выглядит его так а тем более зеленый начал атаковать меня бункерами застраиваться поэтому мой напарник решил что надо ему просто атаковать синего игрока здесь вылетают торы опять ну пофиг на тору у нас аэродрома хватает еще два есть я просто хочу отбиться от пяти шести зелсов вертекса летают пытаются сбить мне кречита это очень такая на самом деле не жестко не нагло как слота подобрать блин даже честно говоря не слова подобрать в общем тактика такая злая тебя по сути одни кречиты ты пытаешься отбиться от наземки тут прилетают вертексы по разведке уничтожать тебе все кречиты ничего сделать не можешь мой напарник атакует синим игрокам синий игрок все еще пытаясь пытается не меня поражать пробить у меня 2 х миллиона есть которые у меня остались при атаке зеленого игрока они помните меня здесь катались по центру карты но я не стал их применять с туманом моего напарника так как мне не хватало бы контроля мне так показалось произвожу ягуара потихоньку делаю кречиты чтобы отбиться от последнего девса который здесь есть и мой напарник он пробивает противника синего помните сколько моторов уничтожили кречитами противник вот он все торы потерял начал производить только вертексы мой напарник воспользовался этим моментом начал атаковать синего игрока в итоге торов нету ракетных установок практически нету его можно спокойно пробить плюс здесь я начинаю отбивать на дикобраз ягуар потихоньку уничтожая армию плюс есть два кречита противника нет тайфунов в атаке поэтому здесь уже становится понятно что мы тащим медленно верно мы тащим вылетает кречит и со всех сторон вертекса пытаются отбиться от играх а мы здесь попытка мультирами рождут меня но у меня уже его под фамилионом это считайте как пушка стоит то есть одного ягуар хватает же подбиться от блокировка только только строится все еще он летает пытается засветить юнит из помощи по вам вертекса не успевает дать залп по засвеченным юнитом в итоге тут дикобразы просто их уничтожают с этой стороны уничтожая ракетную установку в принципе она мне не мешала нам ни до чего не доставала в я в атаку не собирать уйти моя сейчас задача просто сделать кречитов чтобы помочь напарнику уничтожить ракетной установки продавить зеленого синего игрока если у зеленого появится торта тоже попробуйте их уничтожить примеру сидеть будет аэродром я смогу через край залететь раз-два-три и уничтожить все торы в этом бы вроде бы так и сделать что-то мне так казалось ну давайте на этом моменте ускорить надо скорость x3 здесь более менее все становится понятно что у синего игрока сейчас не будет штаба я так понимаю это формула ну здесь прям пытаются пробить но и гахам мамонта я уже даже открыть отказался ну так через один вот все же через два завода делают кречетами там как-то добиваюсь мой напарник аккуратно с краешку начинает уничтожать базу синему игроку использовал мой напарник два золотых густа я использовал на штук двадцать семь тридцать где-то так вы считаете в минуту бус точно использоваться 27 27 бустов не очень выгодный бы получился на самом-то деле но зато мой саклан сэкономил себе бустов но пока мере без голлотых бустов мне кажется мы бы не продавили хотя мой напарник реально очень сильно сыграл постоянно постоянно как сильвер грамм играл кучу и гахама делал постоянно штурмовал поторами под ракетками под девцами все равно штурмовал продолжал атаку это похвально здесь что-то уничтожил ракетные установки уничтожая противнику уничтожил пару штук потерял кучу кречетов но начинаем просто давить на земка с двух сторон надавливать зеленого игрока пытается он конечно отбиться но проблематично без торопца сделать против мамонта особенно когда нету юнитов только не ракетные установки на базе дпвом ставил мой напарник игвар тоже вот это очень важно оставлять один игвар да он в атаке может пригодиться может и одного ягуара не хватит чтобы дожать противнику примеру уничтожить аэродром с тюрьмя торами но лучше не дать восстановиться второму игроку это поважнее будет ладно спасибо всем за просмотр ссылка на игру в описании всем удачи